Добрый вечер, это программа Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур и мы продолжаем начатую на этой неделе тему медицинской реформы. Напомню, что на этой неделе мы уже в этой студии касались вопросов видоизменения медицинской системы, то, что будет происходить в ближайшее время в нашей стране. В Харькове этим занимаются волонтеры, разрабатывают отдельное положение концепции. У нас была в гостях Виктория Милютина и Татьяна Гавриш. Сегодня мы поговорим об этом же с представителем профессиональной среды. Интересно, конечно же, узнать, что об этом думают сами врачи. Я с удовольствием представляю нашего гостя Александра Марков, нейрохирург. Здравствуй, Саша. Очень рада видеть тебя в нашей студии. Ты наверняка, как представитель той самой профессиональной среды, о которой я уже сказал, следишь за этим пристально и у тебя наверняка куда более глубже и детальнее вопросы к тому, что происходит. Самым ярким, в принципе, наверное, основополагающим этапом того, что называется у нас медицинская реформа, по крайней мере для Харькова, был визит министра здравоохранения, если не ошибаюсь, в феврале этого года. И главный тезис, который, с одной стороны, видимо, обнадежил, с другой, достаточно напугал всех. Это был тезис, я дословно не скажу, конечно, но что-то вроде того, что мы отправляем лечебное учреждение, больницы, мы отправляем в автономное плавание, в самостоятельное плавание. Самостоятельное плавание для людей, которые не врачи, а пациенты, представляется несколько страшным с точки зрения, прежде всего, финансов. Потому что, в принципе, несмотря на заявленные бесплатные медицины, все прекрасно понимают, что медицина у нас платная, и все боятся того, что она станет еще более платной и недоступной в итоге. Да, вот произойдет... Сейчас она очень доступная, да? Она не очень доступна, цены, которые есть сейчас, конечно же, доступны далеко не для всех. Но когда больница получит возможность официально устанавливать какие-то цены, получается, ну, вряд ли они станут получать. Сейчас они установлены неофициально, да, причем присутствует какая-то чудовищная рыночная асимметрия, да, то есть, когда, в принципе, в одном, допустим, лечебном учреждении цены могут варьировать, и отличаться в десятки раз, допустим, у разных врачей, да, то есть, ну, как бы, это же ненормальная ситуация. А самое главное, что, в общем, есть определенное искажение информации по поводу автономии медицины, которая предполагается с 2016 года, если примут соответствующие законы в Верховной Раде. И, естественно, вот, то есть, так как эта информация, в принципе, подается, она не всеми воспринимается, как минимум, да, и, скажем так, и некоторыми не воспринимается вообще. То есть, она, ну, люди просто не понимают, о чем идет речь. Ну, люди боятся перемен вообще априори. Да, люди боятся перемен, это раз. А во-вторых, просто люди не в состоянии качественно оценить, да, вот, именно тот посыл, который им предоставляется. То есть, что такое, о чем вообще, в принципе, идет речь, да, и вот что самое главное, что мы, в принципе, ожидаем вот с начала 16-го года. Так называемая автономия медицины, да, вот что это такое? Это когда, допустим, структурная, да, единица медицины, то есть, стационар, там, или, ну, какое-то учреждение медицинское, да, становится самостоятельным субъектом хозяйственной деятельности, которым она сейчас, вот, в данный момент она не является. То есть, все средства у нас распределяются центрально, вот, через, они, значит, допустим, ну, сейчас, как бы, в рамках, там, самоуправления нашего, самоурядования, да, у нас, как бы, там, городские бюджеты, областные бюджеты распределяют средства через, ну, свои департаменты здравоохранения, да, где происходит, там, ну, масса всяких, таких, ну, скажем так, вещей, которые, ну, толкают к злоупотреблению, так мягко скажем, да. То есть, непрозрачные какие-то процессы? Ну, да, не какие-то непрозрачные процессы, и мы даже не знаем, в общем, какие суммы должны выделяться на здравоохранение, да, куда они должны идти, это при том, что, в принципе, на самом деле, вот, но бюджетом, да, страны не предусмотрено очень много на здравоохранение, да, выделять, то есть, это, это специфика, ну, вот, политики, внутренней политики нашего государства. То, что предполагается, это будет, допустим, стационар, либо какое-то другое учреждение, будет иметь свой, непосредственно свой счет расчетный, да, то есть, в государстве финансирование, на самом деле, никуда не девается, то есть, она остается, меняется только, ну, меняется его... Пропорционально как-то будет меняться объем или форма? Меняются принципы финансирования, да, если раньше мы финансировали по количеству коек, вот, то сейчас это будет финансироваться по оказанной услуге, ну, грубо говоря, ну, это тоже, это, в общем, довольно сложно для понимания, ну, грубо говоря, допустим, если у нас тысячекоечный стационар, да, там лежит 30 человек, зачем нам платить за тысячи коек, правильно? Мы можем сконцентрировать деньги, качественно обслужить 30 человек и не содержать тысячу коек, ну, вот, грубо говоря, вот так вот, да, то есть, мы предоставляем услуги 30, допустим, больным, вот, а еще 770 коек у нас простаивает. Вот можно сразу тогда, ну, я не профессионал, конечно, мне сложно судить о том, насколько, какая вообще методика в количестве коек, да, в необходимом задействована. Ну, когда мы предполагаем сокращение некие, да, то есть, не станем ли мы жертвами сиюминутной выгоды и не потеряем ли мы в итоге где-то в перспективе, потому что, например, если взять, там, статистику пятилетней давности по военному госпиталю, получается, он вообще неэффективный, да, как бы там сокращать надо было по этой логике, да, сейчас, получается, история такая, что там, может быть, даже и не хватает чего-то, наверняка не хватает. Та же самая история может возникнуть, там, не знаю, с инфекционным отделением или еще с чем-то. Упаси Господь, там, эпидемия, да, грубо говоря, у нас будет просто некуда там, ну, это взгляд дилетанта. Ну, это же вопрос, скажем так, гибкости системы, насколько она быстро может реагировать на изменившиеся условия, вот. То есть, допустим, можно ждать, там, тысячу лет, да, когда наступит какой-то час-пик, да, и мы к нему будем готовы, для этого мы будем тысячу лет содержать какую-то совершенно неприбыльную, допустим, какую-то структуру. А можно просто в час-пик очень быстро, очень качественно и эффективно развернуть эту структуру, да, и справиться с ситуацией. Ну, это же, ну, факт известный, на самом деле, для всех, абсолютно, что у нас раздут коечный фонд, вот, причем, ну, там для этого были специфические причины, по сути дела, он раздувался там в течение, там, всех лет независимости. Это для большего финансирования, получается, да? Это для Украины, то есть, ну, какие там были мотивации для этого, там, в общем-то, сложные, там, и долго об этом рассказывать. Но факт остается фактом, то есть, такого количества стационарных коек в Украине не нужно. Ну, они не обеспечивают себя, то есть, это просто лишняя трата денег и ресурсов. Вот, то есть, коек должно быть меньше, и функционировать они должны интенсивнее, и, в принципе, все будут рады и счастливы, и целый ряд болезней, на самом деле, можно лечить вне стационара, можно лечить на дому, для этого существует система, там, семейной медицины, ну, или что-то, вот, похожее, там, на семейную медицину, да, допустим, там, это может, она может быть разделена, не обязательно, чтобы врач занимался, допустим, всем сразу, там, и детей лечил, может оставаться педиатрия, так тоже эффективно, как бы, когда есть отдельный специалист-педиатр, который, значит, занимается детьми, да, вот, а есть специалисты, которые занимаются взрослыми. Ну, это вопрос уже такой технический. Суть в том, что, по сути дела, этим все и занимаются, да, то есть, у нас раздутые койки, вот, то есть, люди не хотят там лечиться в больнице, потому что это затратно и дорого, ну, ввиду, там, целого ряда причин. Многие лечатся на дому, и многие стационарные врачи, они еще практикуют, значит, ну, по сути дела, семейными врачами. То есть, получается вот такая вот абсурдная ситуация. А что получается, есть ли необходимо сокращать коечный фонд? Это автоматически означает, что сокращает нужное количество врачей? Потому что врачей-то, на мой взгляд, не хватает. Я не думаю, что коечный фонд вот так вот просто сразу возьмут и сократят. Ну, во-первых, это очень сложно технически, вот, и, в принципе, ну, я думаю, что это просто невозможно, просто вот так вот взять в один день, просто взять, сократить коечный фонд, выбросить на улицу через окна все койки, вот, и за ними выбрасывать, значит, врачей и персонал. Ну, такого не будет. Это будет все плавно происходить, будут какие-то структурные перестройки, будут пересматривать. Зачем, допустим, сокращать коечный фонд, когда его можно рационализировать? То есть, допустим, есть отделения, которые не заполняются хронически, да, вот они это самое, они, ну, не выполняют, как бы, ну, не функционируют в том объеме, в котором заявлено, вот. Но есть, допустим, какие-то патологии, которые не разрабатываются, которые востребованы, которые требуют, допустим, помощи, расширения штатов, да, почему бы это не рационализировать там, допустим, но это уже может делать менеджер, да, то есть, который не скован ничем, не какими там нормативами, допустим, он видит ситуацию, да, самое главное, он не скован финансово. У него есть свои деньги, у менеджера есть свои деньги, все, он автономен, государство на него не влияет. Государство, ну, вот как получить деньги из казначейства? Ты попробуй еще там свои деньги выбей в этом казначействе. Ты уходишь там, выпрашиваешь их, там, кланяешься, ползаешь на коленях, а тебе вот только так вот манят твои же собственные положенные, тебе бюджетом деньги невозможно выбить оттуда. А здесь вот они деньги, не нужно тендеров никаких, не нужно ждать годами, когда тебе там кто-то подарит там или предоставит, или кому-то из чиновников вдруг, вдруг у него проснулась там совесть и понимание, да, что, в принципе, как бы такие вещи, ну, достаточно не характерны для чиновников. И он понимает, что да, надо какую-то аппаратуру в стационар поставить. Они же другими вещами руководствуются, в принципе, когда принимают такие решения. А теперь это не нужно. Нужна аппаратура, есть деньги, пошел, купил аппаратуру. Она работает, зарабатываются деньги, пополняется бюджет, все, и функционирует предприятие. Я правильно понял, ключевое страшное слово «тендер» было произнесено, что вот эта система, она отменяет тендеры как таковые, да, Полчай? Потому что до сих пор, скажем, по Харьковскому обыску, есть люди Януковича, до сих пор занимаются тендерами медицинского оборудования. Да, да, она отменяет. Есть субъект хозяйственной деятельности, есть поставщики, есть прямая связь и прямая возможность, потому что есть как бы непосредственно свои собственные деньги, которыми ты как хочешь, так и распоряжаешься. Нужен тебе операционный микроскоп, покупаешь операционный микроскоп. Нужно тебе УЗИ для ургентной помощи, покупаешь УЗИ для ургентной помощи. Не нужно, не покупаешь, тратишь это на что-то другое. Сажаешь цветы вокруг больницы. Кто будет устанавливать, кто будет диктовать цены на услуги? Потому что мы купили УЗИ для ургентной медицины, потратили там 100 тысяч долларов, давайте раскидаем это все сейчас на пациентов. Я думаю, что цены будет диктовать рынок. То есть рынок отправляется, по сути дела, не больницы отправляются в свободное плавание. Медицинский рынок услуг отправляется в свободное плавание. Он отправляется туда, где он найдет самого себя. Потому что лучший регулятор это рынок в любом случае. Как вот сейчас происходит. Я написал, допустим, пост в Facebook, и как люди отреагировали на него. Когда я заявил, что средняя покупательная способность на такую услугу, как операция, у среднего украинца составляет 3000 гривен. И люди начали сыпать мне просто сообщением, что они там заплатили 10 тысяч долларов, там, значит, они не успели заплатить 10 тысяч долларов. Человека при медикации вывезли из операционной и ждали, когда, значит, привезут 10 тысяч долларов, допустим. То есть совершенно неадекватные какие-то суммы. Причем я, в принципе, в это верю. Я допускаю, что такое существует. То есть я, допустим, сам не видел там такой, скажем так, денежный оборот. Но, тем не менее, я допускаю, что такое существует там, где есть возможность шантажом, там, какими-то там спекуляциями, там, я не знаю, там, злоупотреблениями, каким-то как-то психологическим давлением дожимать, дожимать, дожимать. Но это безвыходная ситуация, это вопрос такой условный. То есть люди же должны защищаться. Просто я считаю, что это неадекватная цена. Для украинского рынка, для специфики украинского рынка, для платежеспособности населения неадекватная цена. Конечно, когда будет существовать свободный рынок медицинских услуг, и здесь, допустим, цена на услугу будет там 3 тысячи гривен, а здесь она будет 10 тысяч долларов, вот, произойдет естественное, спокойное, ненасильственное, да, урегулирование рынка услуг. Там цену придется снижать, здесь цену будут повышать. Вот, это естественно и закономерно. Цена придет к справедливой, как это везде происходит, да, на любом рынке. Вот отчасти то, что ты говоришь, в принципе, можно видеть, ну, вот в Харькове, например, есть две сферы медицины, где в большей степени работают частные, не в большей, но в значительной работают частные компании, скажем, это стоматология, да, там, в принципе, там действительно рынок диктует, и качество услуг определяет в итоге качество цены. Ну, там плюс расходные материалы, конечно, это отдельный разговор. И есть офтальмология, где действуют тоже два крупных частных, в принципе, центра, клиники. Там та же самая история, в принципе, это цены, они друг от друга они сильно отличаются, и это тоже, видимо, влияние рынка. То есть, в принципе, то же самое должно произойти и везде. Конечно же, да? Ну, и причем они тоже будут диктовать условия, потому что они уже тарифицировали часть услуг, да, то есть частная медицина в том вот виде таком, ну, скажем так, я считаю, несчастном виде, потому что, конечно, она не развивается так, как могла бы развиваться. Они уже тарифицировали часть услуг, то есть уже часть работы выполнена. Вот, и можно на них ориентироваться, Это же цены конкурентные, эти услуги покупают за эти цены, правильно? Значит, это справедливая цена. Я хотел спросить о настроениях, которые внутри медицинского сообщества, я не знаю, за все, может быть, не стоят, ну, по крайней мере, то, что знаешь, слышишь ты. Они неоднозначные, безусловно. Люди, ты же сам сказал, люди очень боятся перемен. Люди боятся неопределенности, то есть любые перемены, они несут в себе фактор неопределенности, и, конечно, этот фактор очень сильно пугает, потому что, допустим, причем люди боятся не только неопределенности, люди боятся свободы. То есть вот эта вот вся реформа, которая предполагается, она дает нам, медикам, очень много свободы. Почему? Потому что, ну, вот эта ставочная система, как бы она, по идее, как бы уходит в небытие, да, то есть приходит контрактная система. По контрактной системе ты можешь работать там в бесконечном, ну, условно, конечно, в бесконечном количестве стационаров и учреждений. Там ты можешь работать, там работать, с кем ты контракт заключишь, с кем ты и работаешь. Мало того, ты можешь заключать со стационаром контракт тоже как субъект хозяйственной деятельности, как частный предприниматель. Такое тоже возможно. Если тебя не устраивают условия, которые как наемника, как наемного, допустим, сотрудника, который тебе предлагает директор клиники или какого-то другого учреждения, ты можешь устроиться на договорной основе как предприниматель. И все, но там есть выгоды, там есть минусы. То есть у тебя нету вот этих всех социальных, допустим, социального пакета, который предоставляет тебе работодатель. Ты сам себе там отпуск выписываешь, как-то договариваешься с директором, с которым ты заключил договор. То есть там есть варианты на самом деле. То есть вот это вот страх, что сейчас у нас хоть какие-то левые деньги, придет, значит, реформа и все. Все отнимут и покажут, значит, один большой кукиш всем медикам. Нет, ну безусловно, конечно, какие-то издержки будут, но без этого невозможно. То есть это надо ожидать. Человек, который, в принципе, сейчас, допустим, сумел создать достаточно эффективный медицинский бизнес, да, там маленький, большой, для него принципиально ничего не изменится. Он просто перейдет там, допустим, в легальное поле. Многие, допустим, вот мои коллеги, пластические хирурги, они же так и работают, да. Единственное, что он не может заключить договор с государственным стационаром, да, потому что там тоже свои там забубоны есть. Вот, они заключают договоры с какими-то частными медицинскими структурами, да, и они приходят туда именно как частные предприниматели. Они арендуют площадь, они арендуют операционную, арендуют палаты, вот, и работают как частный предприниматель. Вся финансовая деятельность, она замыкается на нем самом. Вот, и нормально себя чувствует абсолютно. Еще давай немного поговорим о финансах, как о самой болезненной части отечественной медицины на данный момент. Будем надеяться, что только на данный момент. Хорошо, происходит реформа. Получают автономию больницы, больничные учреждения и так далее. Откуда брать в итоге деньги пациента? Я все равно, все-таки, мы уже об этом немного говорили, да, мне все равно кажется, что цены так или иначе в большей степени они возрастут. Мне непонятно, откуда брать на это все деньги людям, которые не задействованы, скажем, в системе той же страховой медицины, да, а ее не будет за год, она не сложится абсолютно, да. То есть, получается, все равно некие там дикие деньги для большинства не доступны. Во-первых, во-первых, финансирование, во-первых, будет определенная группа населения, да, которая просто, как бы, государство регламентирует, значит, медицину нашу, да, как бы давать ей там бесплатно помощь, да, то есть, ну, как бы она определит эту группу неимущую, и мы будем им оказывать, то есть, бесплатную помощь никто не отменяет. Ну, ну, как бы нету этого, ну, это невозможно. В современном мире это невозможно. Ургентная помощь, скорее всего, в той или иной степени, да, в какой-то, в каком-то, допустим, там, ну, в какой-то форме и в каких-то пределах она все равно останется бесплатной. Ну, так должно быть, и так будет, это я практически в этом не сомневаюсь, да, так должно быть и так будет. Дальше идут какие-то вещи, которые, в принципе, не входят в рамки ургентности, за которые надо платить. Ну, а тут вот очень интересный, понимаешь, тут очень интересный вопрос по поводу, там, как платить, за что платить, сколько платить и так далее. Мы же, ну, мы все платим, так или иначе, санитарки платим, сестре платим, тому платим, этому платим, там мы платим, там мы платим, мы что, считаем, там выливаются в какие-то сумасшедшие. В аптеку колоссальные деньги отдаем, вообще непонятно, в бездну. То есть, с этой аптекой, то есть, на каком-то этапе они, как бы, отморозились и сказали, мы не часть медицины, то есть, мы тут за все, пожалуйста, платите. Да, они в больнице, они есть в больничной аптеке, есть какие-то частные аптеки, которые в больнице там паразитируют и так далее. То есть, ну, почему-то, то есть, здравоохранение решило, что здравоохранение, это все кроме, допустим, медикаментозного обеспечения. То есть, и все, и до свидания. То есть, в аптеку ты вваливаешь там 90% бюджета лечения, вот и никто не задается вопросом, подождите, а где бесплатная медицина? Все будет регулироваться. Самое главное, что человек будет совершенно четко понимать, за что он платит, он будет получать чек за это. Вот, допустим, что сейчас происходит? Какая вот, я тебе просто пример приведу, допустим, там приходит человек, неимущий, бедный, допустим, или малоимущий, там, немногого, средний укранец, да, там со средней зарплатой там 3000 гривен в месяц. Ему говорят, вот операция, допустим, там, плюс там лечение, все, в общем, там, бюджет как бы всего-всего, бюджет здоровья, да, бюджет здоровья, там, 50 тысяч гривен. Он плачет, и он начинает бежать, значит, просить это самое, просить помощи. Там, куда он бежит, там, в фонды бежит помощи, он бежит, там, в горсовет помощи просить и так далее. И начинается патологическая реакция, потому что, а что это за 50 тысяч? Откуда они выросли, эти 50 тысяч? Где они прокалькулированы, протарифицированы, эти 50 тысяч? Кому давать? Куда платить эти 50 тысяч? Начинаются звонки, злоба, ненависть и так далее, потому что, понятное дело, что из этих 50 тысяч там нет ни копейки легальной. Они все какие-то вот такие вот непонятные. Где-то покупаются какие-то материалы, где-то еще что-то такое, где-то услуги, которые, в принципе, у нас не тарифицированы, они нелегальные, они почему-то теневые и так далее и тому подобное. Возьмите, скажите честно, вот, надо заплатить, и мы вам дадим чек. Ему дают чек, он идет в горсовет, горсовет видит чек и, честно, выделяет ему неимущему деньги, потому что у него есть для этого фонд. Это же простая схема, она понятная всем. И где тут проблема? Ну, я думаю, что это можно решить еще более качественно и цивилизованно. Ну, просто я хотя бы вот так вот. Это же можно сделать. А получается вот непонятно что. Звонки с администрации, главному врачу, главный врач звонит, с кого ты требуешь деньги, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Начинается злоба, ненависть и все. Кто выигрывает? Пациент? Я думаю, нет. Ну, я думаю, нет. Когда все понятно, все известно, все тарифицирано, везде на все есть расценки, я думаю, что найдется достаточное количество людей, которые готовы будут за тебя заплатить, если ты не сможешь сам оплатить себе лечение. Хотя бы на этом этапе пока не будет, как она называется, страховой медицины. И потом эти люди перерастут в страховые фонды. Это нормальное, абсолютно закономерное развитие ситуации. Но эту же ситуацию должно что-то запустить. Я считаю, что ее запустит именно вот эта автономизация медицины. У нас две минуты буквально остается до конца программы. И вопрос, который я, в принципе, задавал и во время первого эфира. Вот этот промежуточный период, когда будет рушиться, скажем так, старая система и создаваться новая, насколько он, по-твоему, вообще растянется? И не получится ли совсем провальным этот период, что в какое-то время у нас фактически никакой медицины будет? Это очень сложно прогнозировать. Тем более, что, в принципе, очень многое зависит от пятой колонны. У нас же есть пятая колонна. У нас их много. Нет, у нас есть их много, но у нас есть совершенно конкретная пятая колонна, которая именно противодействует вот этим вот всем новшествам. И она сидит у нас в управлении. Это же доказано. Это доказано статистически. Группы инициативные, которые ездят по городам, они утверждают, что в каждом городе одна и та же ситуация. Это препятствует реформам одни и те же люди. То есть не простые врачи, даже не главные врачи, которые видят перспективу какого-то бизнеса медицинского и какой-то позитив в этом. Препятствуют чиновники, потому что они первые уходят в небытие. Они становятся ненужными в этой системе, да? Абсолютно ненужными. Абсолютно. А у них задача сейчас интегрироваться куда-то. Вот они мечутся и ищут. Это очень серьезный противник. На самом деле власть у них большая. И, к сожалению, пока что так. Пока большая. Но на то она и реформа, чтобы что-то менять. Спасибо, Саша, что был сегодня гостем в нашей студии. Спасибо. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин